Ты ничего не видишь, ты вроде бы понимаешь вот это вот, но это так слепой котенок, который просто идет на ощупь, пытается там вылавливает вот это вот, думает, что он что-то понимает, а... Всем привет, ребят, меня зовут Коля, я 14 лет употреблял наркотики, прыгнул со всего и теперь пытаюсь жить трезвой жизнью, пытаюсь наладить все то, что я разрушил за 14 лет наркомании и алкоголизма. Этот канал я создавал не для того, чтобы гонять волну, этот канал я создавал прежде всего для того, чтобы вы посмотрели на дурной пример и возможно, возможно, вы задумались, а если это кому-то поможет, хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость, значит я не зря это делаю. Если только мои видео вызовут у вас какую-то эмоцию, вот это сыграет роль, потому что эмоция рождает мысли, а мысли рождают действия. Итак, сути, что я приобрел за 14 лет употребления? Я нахожусь в больнице, ууууу, теперь это моя жизнь, то есть к чему мы приходим? Мы приходим по любому к болезням. Когда ты употребляешь наркотики, у тебя просто такая шторка на глазах, ты ничего не видишь, ты вроде бы понимаешь вот это вот, но это ты слепой котенок, который просто идет на ощупь, и что-то пытается там вылавливает вот это вот, думает, что он что-то понимает. Возможно, да, он что-то понимает, но вот через вот эту пелену, по сути, нихера не понимает. Я вообще даже думать не мог, что я когда-то приду к такому, что я буду трезвым каждый день, каждый день трезвым. Я никогда этого не понимал вообще и не принимал, для меня это была такая ценность, что я свою башку просто туманю и ухожу отсюда. И мне это настолько нравилось, я думал, что это кайф, не понимая, что это грандиозный обман и полнейшее нае. Не думал я, что я иду к этому, не думал я, что мое здоровье пошатнется настолько, что я не смогу работать полный день, что меня будут посещать очень нехорошие состояния, от которых я впоследствии устану и буду говорить, когда же это закончится. А это, походу, никогда не закончится. Никогда. Итак, о проблемах. Начала играть печень, гепатит С сказал, привет, Коля, может быть, ты забыл обо мне? А я здесь. И дал нагрузку на желчный. Желчный, начал скапливать желчь, отчего, когда не поешь долго, например, часов 5 или 6, у тебя начинается очень херовое состояние, прям хера была такая, вот как будто у тебя давление просто охеренное. Я гипертоник, приобрел гипертонию уже пожизненно, я пью таблетки каждый день, уже, наверное, года два. Нервная система. Нервная система – это вообще беда, ребят. Вот знаете, все вот эти вот проблемы, ну, со здоровьем, и вот что у меня были до этого, что я все испытывал, там, боль какую-то или еще что-то, это вообще ничто, вот по сравнению с нервной системой, это лично для меня. Когда я ощутил первый раз паническую атаку, я просто охерел, я не думал, что так вообще может быть, что так бывает. Эти панические атаки потом переросли в страх панических атак. Это все переросло в навязчивые состояния. То есть ты можешь какую-то ситуацию гонять просто трое суток, ты понимаешь, что ты уже устал от этого, устал гонять эту ситуацию. Вот что-нибудь херовое произойдет, и ты вот обдумываешь, а как бы было, а как оно на самом деле есть, а что бы я сказал, а что можно сделать. И так трое суток, просто эта мысль на постоянке. Вот как есть, песня играет у тебя в голове, и ты ее постоянно напеваешь. Вот то же самое, только трое суток просто. Это охереть. Когда ты встаешь с утра, и у тебя напряжена нервная система, просто да нельзя, вот как струна. И ты ходишь вот с этим, блин, и думаешь, когда же тебя отпустят, когда же тебя отпустят. А отпустят только ближе ко сну. Почему-то у меня так. И целый день ты ходишь в напряжении. Или, допустим, что-то нужно сделать, и ты думаешь, блин, ну, может я забью. И вот эти навязчивые мысли, надо делать, надо делать, надо делать. И ты лежишь, короче, вот с этой апатией, вот тупо апатия, и вот нахлестывается на вот это вот, надо делать, надо делать. И вот эта борьба огня и воды просто, это охереть что-то. И ты идешь с этим нервным напряжением, вот это вот делаешь все, и тебя просто выводят, короче. Это не то, что там психи какие-то, но это тоже бывает, но этого вообще мало, этого вообще мало. В основном вот так. Или твою систему просто разгоняет нервную систему, просто поднимает, и ты чувствуешь, что вот она возбуждена. Тебе вот типа надо что-то, короче, делать. И ты идешь, что-то, короче, делаешь, делаешь. Может, кто-то скажет, что это хорошо, но она очень быстро устает, нервная система, от этого. Депрессия. Депрессия – это вообще отдельная тема. Это просто беда бедовая на самом деле. Я испытывал депрессии, когда учился в институте, но это были не такие депрессии вообще, не такие, которые я сейчас испытываю. То есть я там на постоянке в течение трех месяцев, у меня не было настроения, и только когда я дунул, у меня все налаживалось, в общем, и я себя нормально начинал чувствовать. В общем, так. Депрессия от того, что не было тупо вот чего-то, вещества какого-то, наверное, от этого. А сейчас это другая депрессия, это просто волна. Тебя как, короче, нахлынуло, бам, и ты, короче, внух, и в эту яму, короче, окунулся, и сидишь просто тупо ноешь. Ноешь за всю херню, за все, и вот эти эмоции прилетают, прилетают в голову, вот как будто тебе кто-то в голову стреляет просто. На, 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 и ты вау, 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 короче, еще глубже туда, и просто понимаешь то, что ты даже от этого кайфуешь. Это Горький писал то, что, блин, даже страдания от них кайфуют. Ну, я, когда это прочитал, я сразу понял, да, точно, точно так, в натуре оно и есть. Но сами вот эти депрессии, это просто яма, реально яма, когда ничего не хочется, вообще ничего не радует. Ты вот сидишь, и все, и тебе ничего не надо, вообще ничего не надо. Только вот уйти в себя, тупо, короче, чтобы тебя вот это все поглотило. А херово еще тогда, когда у тебя все анализы ништяк, тебе все доктора говорят и смотрят на тебя, как на дурачка, что ты ходишь к ним постоянно, блин, что там, блядь, прописаны уже. И рассказываешь то, что тебе плохо. Мне один врач сказал, иди поспи, иди выспись. Я встал и ушел. Мне очень много хотелось ему сказать, на самом деле. И вот эти доктора говорят, что все хорошо, а состояния мои все те же. И я никак не могу выяснить, в чем проблема. Мне говорят, о, да у тебя нервная система, о, да у тебя гепатит, о, сердце у тебя вообще ништяк, ты что, братан? Я даже проходил сенсографию, там, когда тебе изотопы, короче, радиоактивные, ну, типа, запускают под кожу и смотрят, в общем, под аппаратом, есть ли где-то задержки, короче, в сердце. Все ништяк. Только хреначат тахикардия каждый день. Не знаю от чего. Только каждый день поднимается нервная система. Каждый день я вылавливаю эти волны депрессии. Каждый день меня херово становится от желчного. Просто мутит, тошнит. И ты вот ходишь, как чумной, вот как будто белины в натуре обожрался, и башка у тебя просто, ну, затуманенная. И ты тупо соображаешь вообще, что-нибудь говоришь, говоришь и... и встрял. Вот такие вот кайфы, ребят. Не дай бог, не дай бог, отвечай, не дай бог. Иногда я вылавливаю такие состояния, я живу в деревне, я лежу на диване, мне херово, просто тупо херово, уже не первый день. И я понимаю, что у меня воды осталось там два ковша, что нужно идти на колонку. А прежде, чтобы пойти на колонку, мне нужно разгрести снег, который нападал, чтобы открыть калитку и выйти. И я понимаю, что я не то что не могу ведра донести с водой, я не могу тупо почистить снег. Ко мне никто не ходит, я ни с кем не общаюсь. И я думаю, вот так вот Коля походу здесь и подохнет. Но на следующий день становится немного полегче, и встаешь, и потихоньку кидаешь этот снег, потихоньку идешь, приносишь воды, чтобы ты мог что-то приготовить себе поесть. Даже банально попить. Страшно осознавать это, что ты вроде бы выглядишь нормально, да, вроде бы и нормально разговариваешь, и возможно там неглупый парень. Внутри такое ощущение, что все сгнило. И это, ребята, не все состояния, которые я вылавливаю, далеко не все. Виной всему никто. Как писал Достоевский, никто не виноват, ребята. Если вы еще на стадии, когда вы можете вернуться в нормальную жизнь, без побочек, возвращайтесь. Если вы на стадии желания чего-то попробовать, возвращайтесь. Возвращайтесь на исходную. Потому что я вот за свои два с половиной года трезвости, я даже на ноль, далеко не пришел на ноль, вот каким я был раньше. Я был искрометным, я шутил постоянно, там, чтобы кто-то не ржал там, да это не я. Я занимался музыкой, всем остальным, и к этому я опять только начинаю приходить, вот с этими сломанными руками, там, перебирая там по этим струнам. Это сложно, и при том с осознанием этого всего. Мне говорят, не думай ты об этом, не думай, это прошло, забудь. Я смеюсь, конечно, да, я говорю, эти 14 лет не забудешь никогда, никогда. Ребят, думайте, думайте, ребят, это помогает. О хорошем думаете. Ребята, если вам нравится мое творчество, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, я стараюсь всем ответить. Будем снимать ролики.